Привет, друзья! Мы продолжаем тему предлогов. Предлоги места, а имена at, in, on и by. Когда использовать какой предлог? Предлог at обозначает очень точное расположение предмета. Когда у нас, например, есть карта, и мы говорим вот здесь. Встреть меня на остановке. At the bus stop. Meet me at the bus stop. Любое публичное место, так скажем, общественное место. Это школа. А там мама в школе. Она конкретно в этом общественном месте. Дома. At home. Это прям устойчивое-устойчивое выражение. Не бывает in home. Может быть in the house, но это мы позже. At home, at school, at college, at the university. Это все будет at. Это можно прям запомнить, даже несмотря на графическое объяснение. Любой адрес. Это может быть скрытый адрес, например. At John's house. В доме Джона. Ну, как бы, можно сказать, что это адрес, да? У дома есть адрес. В большинстве случаев мы не будем говорить house. Это слишком длинно. Достаточно просто сказать at John's. At Gagarin 62. Обязательно. Должен быть точный адрес. Не обязательно там квартира и так далее, этаж, но вот номер дома должен быть. Любые общественные места, такие как магазины, супермаркеты, бизнес-центры, все на свете. Например, agents или at the agents. У агента. At travel agents. Вот это офис. Будет здесь слово. At the agents. Офис. Но мы не обязательно должны говорить офис, поэтому мы не будем говорить. At the agents. At chemists. Chemist. Это химик. Ну, или в данном случае фармацевт. At chemists. То есть в аптеке. Общественное место. Ну, не совсем, но там, где люди. At a party. Мы встретились первый раз на вечеринке. We met for the first time. At a party. Далее, когда мы рассказываем, что кто-то работает или мы работаем в какой-то компании, мы будем также использовать предлог at. At Google. He works at Google. I work at IBM. Ну и устойчивое выражение. Сидеть за столом. За партой. At the table. At the desk. Предлог in. Например, возьмем комнату. У нас есть четыре стены. У нас есть пол. У нас есть потолок. То есть это такой куб. И вот там вот внутри мы находимся. Вот там внутри. Это in. Когда у нас есть четкие грани. В моей сумке. То есть вот у нас сумка, замкнутое пространство, в ней что-то лежит. In my bag. В парке. Ну, там нет потолка. Да, как бы не совсем ограниченное пространство. Такое большое. Но все-таки у парка есть периметр. In the park. Хорошо. У аптеки тоже есть периметр. Но мы говорим at chemists. Да? И у Джона тоже в доме как бы есть четыре стены. Почему мы говорим at? Например, вот у парка тоже есть адрес. Но мы будем говорить in. Это тоже специфическая точка на карте. Вот он, парк. А почему-то должно быть in, а не at. Да. Если рассуждать вот так, то можно запутаться и вообще никогда не понять эту тему. Это то же самое, что мы по-русски говорим в комнате, но почему-то на кухне. Но кухня это же комната, значит должно быть в кухне, но мы говорим на кухне. Но логикой это и принципами не объяснить. Тут то же самое, нужно просто запомнить, что любые общественные места и адреса это at. In the park просто нужно запомнить то, что с парком мы будем использовать предлог in. Далее. Все города и страны. Это будет in. I am in Rome. Я в Риме. I am in Italy. Я в Италии. Устойчивое выражение. In the mountains. В горах. И in the country. За городом. Вы на дачу поехали, вот это будет I am in the country. Или на природе мы говорим, это будет in the country. Вот эти два выражения нужно просто запомнить. In the sea. В море. Имеется в виду прям в воде. In a team. Например, она играет за школьную футбольную команду. She is in a football team. Группа людей какая-то, да? Объединенная по интересам. Но если нас, например, выбирают в эту группу, это может быть какой-то совет директоров, комитет или еще что-нибудь, то тогда мы будем говорить on. Допустим, вот совет директоров будет on the board. Он в совете директоров. He is on the board. Далее. Насчет транспорта. Если транспортное средство как бы вам принадлежит, оно небольшое, еще оно как бы ваше собственное, тогда это будет in the car. Например, в моей машине. Я в машине. I am in the car. Окей. Такси принадлежит как бы не вам. Но вы в течение поездки, вы арендуете такси, поэтому на время поездки оно как бы ваше. In the taxi. И если у вас есть лодка, то это тоже будет in the boat. Когда мы используем предлог on. Ну, с on более-менее легче, чем с этими двумя. Это когда мы описываем, что что-то на поверхности. Например, я стою на полу. Или это может быть вертикальная поверхность. Например, какая-нибудь надпись или рисунок на майке. На втором этаже. Этаж это что? Это пол. Так, на полу. On the floor. На майке. On the t-shirt. На поверхности. On the lake. На озере. Здесь мы писали in the sea. Но здесь мы имеем в виду то, что в воде. Так, on the lake. На поверхности. Лодочка. На озере. В воде озеро будет in the lake. On the right side. Когда мы говорим справа-слева, это будет on. Улицы. Дороги. Само слово улица предполагает предлог on. Но если это только не адрес. Когда у нас есть улица и номер дома, это адрес. Устойчивое выражение. На ферме. С русским совпадает. Там есть много животных на ферме. Когда транспорт большой и общественный, тогда мы будем использовать on. Допустим, on a train. В поезде. On a bus. В автобусе. On a ship. То есть это какой-то большой корабль. Мы также можем сказать on a boat. Как здесь. В принципе, можно ship, можно boat. Но тогда on мы поймем, что это большое судно и на нем много людей. Это велосипед bicycle. Он маленький и он ваш. Но мы используем on. Почему? Потому что в данном случае этот предлог будет показывать то, что вы на велосипеде, то есть вы сверху велосипеда. Вы не можете быть in a bike. Когда мы используем предлог by? Ну, здесь все просто. Во-первых, by это значит рядом с каким-то предметом. By the train. Около дерева. Но нас тут интересуют больше вот эти выражения. А как сказать то, что я добрался сюда с помощью такого-то транспорта? Я, например, пришел сюда пешком. By foot. Будет переводиться дословно. Ногой. Причем одной. Но не важно. By car. На машине. I came here by car. Я приехал сюда на машине. By taxi. By train. By bus. By plane. By air. По воздуху. By land. По земле. И by sea. По воде. There are some toys in the floor. Какие-то игрушки на полу. То же самое, что и по-русски. On. On the floor. Flo поверхность. Предлог on. Мой офис находится на улице ABC. Дом 22. Адрес это какая-то конкретная точка на карте. Значит предлог at. There is a fly in the window. Муха. Муха на окне. Так. То же самое. On. Потому что окно это поверхность. Предлог on. We work in London. Мы работаем в Лондоне. Лондон город. То же самое, что и страна. Предлог in. He is in the basketball team. Он в баскетбольной команде. Команда. Какая-то группа людей. Как и по-русски in. В команде. In the team. Let's meet the mall. Давай встретимся в торговом центре. Хорошо. Торговый центр. Во-первых, я имею в виду какой-то конкретный торговый центр, который находится по адресу Тарам-Парам. А еще это общественное место. Да? Значит это 100% предлог at. Но если мы имеем в виду, что торговый центр это как здание, где есть 4 стены, и вот именно там находится что-то, например, бомба в торговом центре, тогда мы можем сказать in the mall, если мы имеем в виду прям здание. Но если мы там находимся по своим делам, то есть shopping, это будет at. I'll meet you at the party. Я встречу тебя, то есть увидимся на вечеринке. Хорошо. Вечеринка это общественное место. Значит будет at. We work Facebook. Мы работаем в компании Facebook. I'm Green Grosses. Это овощная лавка. Во-первых, общественное место. Во-вторых, это какая-то разновидность магазина, как и торговый центр. Все, что связано с покупками, с людьми, с адресом на карте, это все at. I'm at Green Grosses. We are Jill's now. Мы у Джилл. Мы в доме Джилл. We are at Jill's house. He works a nice coffee shop. Он работает в милой, хорошей кофейне. Ну, во-первых, видим слово shop. Все. At. She's the committee. Окей, committee это комитет. Комитет это группа людей, так же как и баскетбольная команда. Но здесь идет по приглашению, выборы, ну что-то такое. Поэтому будет she's on the committee. Так, повторим устойчивое выражение. At home. In the mountains. In the country. At мы используем, когда мы имеем в виду какой-то адрес, особенно общественное место, особенно, особенно какой-то магазин или его разновидность. И мы там по делам. Окей, когда мы имеем в виду именно само здание и именно предмет в этом здании, тогда мы будем говорить in. Если вдруг вы никак не можете понять, что же ставить in или at, не нужно волноваться и переживать. Просто поставьте что-нибудь. Это не будет огромной, огромной ошибкой. Вас поймут. Когда вы будете читать больше литературы, слушать английскую речь на слух, вы будете автоматически запоминать, где что ставится. В принципе, эти вещи, они не меняются. Есть отличный способ проверить, что же поставить в данном случае. В строке Google пишем. Например, мы не можем понять, что же нам поставить. In home в доме, да? Или at home. А вот вы напишите in home. Нажмите enter и посмотрите, что вам высветится. Высвечивается что-нибудь? Ну что-то странное. Хорошо, а что будет, если мы вобьем at home? Нажали enter, посмотрели, ага, at home, at home, at home, at home. Замечательно, значит at home. Спасибо за внимание. До свидания.